100 самых перспективных и эффективных народных инициатив вышли в финал конкурса «Лучшая проектная идея-2016». На портале народэксперт.ру завершилось очередное голосование пользователей за самые лучшие предложения в области образования, здравоохранения, культуры, социальной и молодежной политики, физкультуры и спорта. Сегодня к обсуждению инициатив с наивысшим рейтингом приступили экспертные комиссии. На защите проектов была наш корреспондент Наталья Войтенко. Первыми экспертная комиссия рассматривала идеи в сфере образования. В зале творческие команды со всей области и представители сельских малокомплектных школ и крупных городских образовательных учреждений. Среди них педагогический коллектив Белгородского Шуховского лицея. Предложение создать Open R&D-портал, где бы школьники со всего региона смогли объединиться в команды и научиться тому, о чем пока не пишут в учебниках, проектному управлению. Мы считаем, что это один из способов обновления школьного содержания образования. Наша мечта, чтобы ребенок шел по улице и проект на Думу. Какой вопрос задать по поводу этого покосившегося поребрика, что с ним сделать, как его оформить, куда послать и так далее. А команда народных экспертов 10-го лицея Белгорода задумалась о создании на его базе инжинирингового центра. Главная задача – увлечь как можно больше школьников научно-техническим творчеством и инновационной деятельностью. В проекте планируется задействовать ведущие вузы региона, IT-центры, предприятия и бизнес-структуры. Результатом проектной идеи будет являться создание в течение трех лет инжинирингового центра, который будет аккумулировать организационные и интеллектуальные условия для формирования эффективной образовательной среды. Сегодня экспертной комиссии было презентовано 13 инициатив в области образования. Тематика предложений разнообразна. От создания сетевых библиотек и кабинетов белгородоведения до проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же на конкурс было подано более 200 заявок. И организаторы считают это очень хорошим признаком. Мы очень рады, что в этом году представлено на 30% больше заявок, чем в прошлом. Значит, конкурс набирает интерес у жителей. Он проходит по социальным направлениям, шесть направлений. И заседания будут проводиться в течение месяца. Восемь заседаний планируются. А в победители выйдут только 12 проектов. Шесть областных и шесть муниципальных. Они будут реализованы под кураторством лучших специалистов профильных департаментов и управлений. К слову, самые эффективные проекты прошлого года уже притворены в жизнь. Среди наиболее ярких – проект «ГТОшка» по привлечению к спорту младших школьников и фольклорный тренинг «Белгородская Веча», который собирал на исторический квест тысячу ребят со всей области. Наталья Войтенко, Алексей Зимин. Новости мира Белогорья.